Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Евгений Олегович Новоселов, начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Евгений Олегович! Добрый день! Сегодня поговорим о проведенных мероприятиях. Расскажите об этом более подробно. Что было сделано сотрудниками вашего отдела? Да, первый квартал у нас закончился. Можно подвести определенные итоги. Работа, конечно же, у нас на этом не заканчивается. Но, тем не менее, у нас в администрации традиционно в первом квартале по поручению правительства Московской области Министерства имущества и отношений проводились тематические выездные обследования на предмет вовлечения незарегистрированных объектов недвижимости в налоговый оборот для последующей их регистрации, постановки на кадастровый учет, регистрации и также на получение соответствующих налогов на имущество в бюджет Одинцовского городского округа. Также проводились выездные обследования на предмет надлежащего использования земельных участков по договорам аренды, которые заключены с администрацией Одинцовского городского округа в целях их эффективного использования и получения соответствующих арендных платежей. Также проводились выездные обследования по факту самовольного занятия земель администрации. И еще один из основных моментов у нас в этом году являлись выездные обследования на предмет по факту нахождения объектов дорожного сервиса. То есть этому аспекту тоже уделяется в этом году, в первом квартале, большое внимание. А сколько всего было проведено за это время выездных обследований? Ну вот за первый квартал у нас около полутора тысяч выездных обследований. То есть это полутора тысяч земельных участков мы в рамках таких обследований успели осмотреть. Это внушительная цифра. Что можно сказать по итогам? Много ли нарушений, есть ли предписания собственников? Нарушений, конечно же, есть. Их достаточно много, учитывая специфику этого вопроса. Предостережения по результатам этих мероприятий, они были направлены собственникам этих земельных участков. А также, ну вот у нас самый большой из этого количества выездных обследований по выявлению, так скажем, да, и фиксации незарегистрированных объектов недвижимости, которые не поставлены на кадастровый учет, по ним, по обладателям, направлять соответствующее информационное письмо, в котором разъясняется необходимость совершения определенных действий и постановки этих объектов на учет и регистрации права на них. А сколько примерно есть времени у собственников на исправление ситуации? Ну, четкого времени мы в своих информационных письмах, ну, какой-то даты конкретной мы не ставим. Мы разъясняем о необходимости, о последовательности определенных действий, там определенная памятка правообладателям направляется. Ну, предполагается, что до конца года это должно быть сделано. Но они должны исправить, да, вот все эти недочеты, принять во внимание и, соответственно, исправить. Да, все верно. Как проводится профилактика рисков причинения вреда охраняемым законным ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля? Существует в администрации соответствующая программа профилактики, которая утверждается на каждый последующий год. Она включает в себя информирование как раз граждан о нарушениях, о обязательных требованиях. То есть меняется законодательство, принимаются новые постановления, и, наверное, не всегда собственники могут в полном объеме владеть той или иной информацией. И вот как раз-таки вот эта тоже миссия лежит на вашем. Вот в рамках программы профилактики, собственно, мы вот с вами встречаемся и доводим через посредством интернета, газет, телевидения в том числе, да, то есть обязательные требования земельного законодательства, которые обязательны у нас к соблюдению. Ну и также доводим это все дело до правобладателей. Вы сказали о том, что принимается прямо программа на уровне администрации. Расскажите подробнее. Ну вот она как раз включает в себя соответствующие мероприятия, которые разбиты на определенные этапы и по времени, в том числе, они включают в себя как раз информирование граждан путем размещения информации на сайте администрации, на официальном, о количестве, составе мероприятий, о новом законодательстве, об изменениях, там еще какие-то важные аспекты, которые мы хотим и нужно довести до людей. Ну получается, в принципе, любой правообладатель может открыть сайт администрации odin.ru и получить всю необходимую информацию. Если ему требуется дополнительное разъяснение, объяснение, может ли он напрямую обратиться в ваше дело? Да, конечно. Все контакты находятся у нас в соответствующем разделе на официальном сайте администрации Одинцовского городского округа, телефоны, имейлы. Также у нас есть личный прием граждан, который на еженедельной основе проводится должностными лицами управления муниципального земельного контроля, отдела, где любой желающий человек может прийти, задать свои вопросы, обратиться в соответствующие жалобы, если они у него есть. Ну и мы в рамках своих полномочий обязаны и проводим соответствующий контроль надзорные мероприятия. То есть нельзя сказать, что я не знал? Ну, так сказать, наверное, нельзя. Не нашел, не получил ответа. То есть, в принципе, вся информация в доступе, все открыто. Вы в контакте с правообладателями, поэтому просто следите, смотрите телеканал Одинцова, читайте газету «Одинцовская неделя», открывайте сайт администрации Одинцовского городского округа, и вы не пропустите ни одного изменения в земельном законодательстве. Совершенно верно. Евгений Олегович, расскажите подробно о вступлении в силу постановления правительства Российской Федерации 10 марта 2022 года номер 336 об особенностях осуществления государственного контроля и муниципального контроля. Да, в этом году у нас правительство Российской Федерации приняло решение об ограничении проведения ситуации в стране, ограничения проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, и плановых в том числе, да, то есть этот год у нас особенный, до конца года вводится определенный мораторий на проверочные мероприятия. Исключение составляет у нас, если, ну, или мы выявляем, или обращаются к нам жители, организации, любые другие органы, какие-то существенные факты, которые могут повлечь за собой причинение, даже, или наносят ущерб жизни и здоровью граждан, окружающей среды и безопасности государства. Исключительные случаи, в рамках которых мы можем проводить внеплановые проверки с учетом согласования органами прокуратуры. То есть, ну, как бы, это такая некая ситуация, ну, ограниченная по времени, вот, в этом году, вот, мы вот все живем вот в такой ситуации. Можно ли сказать о том, что сейчас не проводятся внеплановые контрольные мероприятия? Ну, я бы сказал так, что они проводятся, потому что выездные обследования, это тоже внеплановое контрольно-надзорное мероприятие, но оно осуществляется без взаимодействия с правообладателем, с гражданами, с организациями. На этих лиц не возлагается обязанность там по предоставлению там соответствующих документов. И по результатам таких мероприятий не выдается предписание, которое обязательно для исполнения. То есть, в случае выявления нарушения выдается предписание. Вот в этом году такого нету, да, то есть, все там случаи, которые они были в этом году, то есть, ну, и за первый квартал, и по состоянию на сегодняшний день, у нас внеплановых проверок у нас нет. Есть у нас другие мероприятия контрольно-надзорные, которые не связаны с взаимодействием, те, которые мы можем земелью общего пользования без взаимодействия с людьми, опять же, получить информацию, посмотреть свои документы, которые есть в администрации, в распоряжении. Вот, и в случае наличия тоже предостережения о нарушениях земельного законодательства. То есть, оно тоже направляется правообладателям. Там определенный срок уже действительно устанавливается, да, который должен быть не менее 60 дней там по соответствующим постановлениям правительства. И потом, после этого, мы уже можем также без взаимодействия с правообладателями проверить исполнение, как бы, если оно там должна выражаться в физическом каком-то, да, устранении, допустим, как вариант. А если, допустим, в юридическом плане необходимо устранение нарушений документа, изменение вида разрешенного использования, то здесь мы эту информацию можем запросить или у самих правообладателей, либо в там соответствующих регистрационных органах, по результатам которого сделать выводы и при необходимости там обратиться в суд для понуждения совершения определенных действий. Евгений Олегович, продолжается ли борьба с борщевиком Сосновского? Конечно же, да. Никуда он, к сожалению, не девается. Сокращается, вот, ну, интенсивность по... Но все-таки объем-то сокращается? Сокращается, ну, наверное, не так быстро, как нам всем хотелось бы, вот, но, тем не менее, сокращается. Что касается, это и муниципальных земель, которые администрация обрабатывает путем заключения муниципального контракта, соответствующего на обработку. Там и химическая обработка есть, и механическая обработка есть, вот. Также в рамках выездных обследований мы в этом году тоже выявляем и фиксируем произрастранение борщевика на частных земельных участках, вот. По результатам тоже таких мероприятий направляют соответствующие информационные письма. В этом году штрафы у нас, к сожалению, ну, к сожалению, потому что это определенный рычаг как бы давления и понуждения на недобросовестных, да, собственников, которые не обрабатывают. У нас штрафы там в общем порядке, так как проверок нет, они накладываются. В этом году мы пока ограничиваемся соответствующими требованиями по обработке борщевика, если он выявлен, да, на территории. В случае отсутствия реакции со стороны по обладателю есть возможность, и также, я думаю, что мы в третьем квартале уже будем направлять материалы в суд, также для понуждения на произведение обработки таких участков. Вот еще интересный такой момент. Очень часто, когда двигаешься по Минскому шоссе по направлению в область, можно видеть, когда выезжаешь за территорию Жизельцовского округа, и прям целые поля на территории других округов, которые граничат с нашим округом. Вот как-то с этими округами вы взаимодействуете с этими муниципалитетами? Потому что не всегда, получается, борщевик на нашей-то стороне уничтожен, а вот как дело обстоит на соседних территориях? Не засеивают ли они нам потом его повторно? Я вот к чему веду свой вопрос. Такие случаи, наверное, конечно, возможны, потому что граница между округами, ее фактически нету, и борщевик, конечно же... То есть для него нет границ? Нет, к сожалению, нет границ, да, растет, где ему вздумается. Вот, конечно, есть пограничная ситуация, когда у нас, ну, там, пролегает где-то граница, да, и там юридическая, она не обозначена никаким образом, как бы на территории, на месте, вот. Поэтому иногда сложно определить, поэтому и наши подрядчики, да, и подрядчики других... Ну, я это веду в любом случае к тому, что это ведь все-таки областная программа. Областная. То есть поэтому взаимодействие есть, это общее дело. Да, конечно же, это общее дело, и мы, ну, если у нас такие факты есть, мы стараемся, там, ну, наши действия координировать, там, с администрацией смежных наших соседних городских кургов и с их подрядчиками, ну, чтобы вместе уже эффективно, вот, на пограничных таких территориях стараться обрабатывать. Спасибо, Евгений Олегович, за интересную беседу. Спасибо огромное вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...